где указано, что до сих пор текстильная промышленность у нас находится, скажем так, на низком уровне развития, в то время как швейное производство достаточно уверенно развивается, и прогноз достаточно неплохой для развития этого сектора. А почему же они вот этой системой, в частности, консалтинговые агентства «МВектор», выявилось, что они хотели бы работать с этой системой, но желание есть, но в чем здесь? — ВСП может, как я сказал, ограничивать список товаров, которые охвачены этой системой. Опять же таки, в силу тех или иных причин, и здесь ни Кыргызстан, ни какая-либо другая страна, конечно, не может повлиять, если только не обратиться за исключительными, скажем так, исключительными требованиями к стране, предоставляющей систему преференций. Но текстильный сектор, он, как правило, защищается, в том числе и развитыми странами, поскольку, как я сказал, у них есть свои производства, которые нуждаются в этом. Но одна из схем, которая, допустим, принята в Европейском Союзе, так называемая ВСП+, предоставляет на чувствительные товары, в том числе и текстильного сектора, определенные льготы. Это значит, при условии ратификации страной, не будем говорить о Кыргызстане, какой-либо страной, ключевых соглашений, регулирующих использование детского труда, руководящие принципы добросовестного управления, борьбы с коррупцией и наркотрафиком, рассматривается возможность предоставления льготного режима для чувствительных товаров. Куда относятся товары сельхозпереработки и текстильный сектор, одежда, ткани и так далее. Не везде, но по многим позициям. Если говорить о Кыргызстане, что мы сейчас экспортируем? В основном, насколько я знаю, сырье, а не готовое изделие. Да, вы правильно заметили, но сырье, скажем так, которое подверглось какой-то обработке, даже минимальной, оно уже может не считаться сырьем, но, скажем, каким-то товаром с небольшой добавленной стоимостью. И Кыргызстан действительно отправляет сухофрукты, продукты, плодовощную продукцию в Европейский Союз, наряду с некоторыми предметами одежды и текстильного производства. Насчет сухофруктов. Я знаю одну продавщицу, но они, не пользуясь этой системой, они вначале отправляют в Россию и оттуда в Италию. Почему такое? Вообще интересно. Я бы хотел встретиться с этим предпринимателем и узнать подробности такого немножко утяжеленного метода поставки, хотя ВСП однозначно предусматривает прямую поставку. То есть товар обязан напрямую доставляться в Европейский Союз, в США, либо должен быть так запломбирован, или, скажем, к нему должны применяться такие условия, когда бы он никаким образом не использовался бы в третьей стране. То есть это правило прямой поставки. Очень странно, да, что из России затем в Италию отправляются в Европейский Союз. То есть, может быть, над тем товаром была произведена какая-то операция, переработка, и он получил те свойства, которые ему не хватало при отправке из Кыргызстана. Может быть, я не беру судить. Вот, допустим, я экспортер, и я только два года экспортирую, не знала об этой системе. И, насколько я знаю, по международной практике не возвратят ранее уплаченные таможенные пошлины. Да, есть система возврата, то есть система возврата действительно налога на добавленную стоимость, поскольку в ИТО действует принцип назначения. То есть, косвенные налоги, в том числе НДС, оплачиваются в стране, потребляющей товар. Вот мы говорили о сертификате на происхождение товара. Этот сертификат выдается на весь, на всю? Торгово-промышленная палата, действительно, извините, я прерву, действительно выдается такой сертификат. Он заполняется на английском, либо французском языках, в печатной форме, хотя можно и вручную, не особенно приветствуется. Вот, и действует, если не ошибаюсь, до полугода. Но желательно, конечно же, чтобы этот сертификат сопровождал непосредственно партию товара. То есть, на каждый отдельный товар? На каждую партию товара, да, оформляется сертификат происхождения, сумма, которая также зависит от соответствующих тарифов и расценок, устанавливаемых в торгово-промышленной палате Киргизэкспертизой. А вот всеобщая система преференций, она распространяется на одинаковые товары для всех стран? Нет, здесь тоже есть свои нюансы, свои тонкости. Дело в том, что если товар, какой-либо товар из какой-либо страны достигает, доходит до какого-то порогового уровня, допустим, мы говорим о Европейском Союзе, Европейская комиссия может рассмотреть вопрос о исключении этого товара, именно этого товара из списка ВСП для рассматривания страны. Допустим, для Китая это, если не ошибаюсь, продукция пластмассы, продукция химической промышленности, пластмассы, каучук, возможно, мебель. Вот некоторые товары электроники, которые, скажем, только для Китая, могут быть исключены, потому что они достигли высокого уровня конкурентоспособности и могут, соответственно, конкурировать на общих основаниях на территории, на таможенной территории Европейского Союза. А если вот в стране, куда наши товары были поставлены, там есть прецедент, и некачественный товар выявлен, они могут, так бы сказать, этот товар или этого поставщика вообще вычеркнуть, или это... Недобросовестный поставщик, да, такое есть понятие, и действительно такие вопросы могут быть поставлены, и при этом может поставить как сам поставщик, так и органы, которые на основе проведенного расследования, которые заведомо выдали, предоставили недостоверную информацию. Да, конечно. Посмотрите программу «Шаар Дактар». Сегодня мы говорим о возможностях экспорта из Кыргызстана в развитые страны мира, в частности, в США и Европейский Союз. На вопросы сегодня отвечает эксперт по вопросам Всемирной торговой организации регионального проекта «ЮСАИД» по либерализации торговли и таможенной реформе «Идиль Калашев». Звоните по телефону 90-31-21. «Идиль, скажите, пожалуйста, вот... Как Вы думаете, на сегодня государство поддерживает малый и средний бизнес? И насколько оно умеет слушать бизнес-сообщество?» «Я думаю, по крайней мере, стремиться к диалогу – это уже важно. То есть, как Вы знаете, в новом налоговом кодексе были сначала... В налоговом кодексе были введены одни меры, затем на основании, скажем, переговоров, дискуссий с представителем бизнеса, скажем, патентная система на некоторые виды деятельности осталась в прежнем уровне. Я думаю, что это как раз-таки является признаком того, что власти, поскольку они заинтересованы, конечно же, в стабильности, все-таки должны поддерживать такой вот диалог и прислушиваться к мнению бизнес-сообщества. Хотя, конечно же, у государства в целом роль гораздо сложнее. То есть, необходимость поиска наиболее приемлемого решения между развитием бизнеса и управлением в целом экономикой страны посредством, конечно же, налоговой сферы. То есть, перераспределение ресурсов. И здесь, естественно, можно понять обеспокоенность как и бизнеса, так и государства. Потом найти наилучшее оптимальное решение. Хотя, конечно же, бывает и второе. Может быть, не самое лучшее, но второе также приемлемое решение. Не буду говорить, это тема, наверное, все-таки других передач. Но я надеюсь, что все-таки малый бизнес у нас имеет все возможности для развития. Конечно же, вы можете сказать, что недавно...